Всем доброго вечера! Вы на канале Полезность Селяны. Сегодня я решила с вами поделиться чудным рецептом, очень полезным. Почему я это делаю? Потому что совершенно на днях у меня был случай, когда моя знакомая жаловалась, что у ребёнка появились во рту такие маленькие пятнышки, болячки такие. Это ротовой стоматит, это такое бывает у детишек частенько, даже у взрослых я знаю, что есть. Если это не лечить, то в принципе появляются сложности, осложнения. Что случилось и у неё? Для начала я расскажу, как это было. И быстро дам вам рецепт этого средства, который мне давала в свою очередь ещё в 90-м году, когда моей дочери было один годик. И у неё было именно вот это заболевание. И у нас детский врач Светлана Георгиевна, если я не ошибаюсь, сейчас уже не помню, но это был врач от Бога. Мы жили тогда в военном городке, Кировская область. И она пришла к нам, я вызвала врача, так как я не знала, что это такое, вообще понятия не имела на тот момент. И она пришла и решила этот вопрос очень быстро и просто. Конечно, прошло время, я уже забыла про это всё. И вот недавно, совсем на днях, когда моя знакомая пожаловалась мне, что внучка лежит в больнице, и уже вторую неделю потратили немерено денег, у ребёнка не проходит температура, у неё слабость, началась диарея, осложнения просто ужасные, и денег потрачено очень много, так как назначения были разные, каждый врач по-своему назначал. И просто ребёнку было уже плохо до такой степени, что ребёнок перестал ходить. А ребёнку 2,7, что-то такое, да, она говорила. Я просто порекомендовала тот рецепт по памяти, я помню, как это всё мы делали, и потом ещё советовала людям, но прошло много времени, я забыла про него. Я даже с ней поговорила, положила трубку и думаю, господи, ну это ж лечится быстро. И вспомнила вот про этот чудный рецепт, который, синий йод тогда на тот момент, я не помню, чтобы она называла синий йод, не помню это всё. Но это всё очень просто, быстро, и, кстати, вот это чудо-средство, оно помогает от многих болезней, я знаю, при отравлении точно помогает, и это испробовано, да, когда у человека отравление, чем-то отравился, это принимать только одну-две дозы, и для этого достаточно, чтобы человек вылечился. Вообще, средства очень хорошо помогают и при снижении уровня холестерина, и противобактериальные, вот когда бывает, вы принимаете препараты какие-то, да, и у вас начинается расстройство желудка, кишечник, ну много очень, в принципе, такой информации много в интернете, и довольно-таки правдивая. Но я хочу сказать о том, что использовала я для своего ребёнка, и посоветовала человеку, который за два дня, за два дня они ушли, просто ушли с больницы, не говоря ничего, ребёнку стало намного легче, у ребёнка ровно вот в этот день они начали делать вечером, вот я вспомнила, сказала, они прямо там в больнице это всё это делали, этот рецепт, и на второй день они ушли оттуда. Но к утру уже ребёнку стало намного легче. За два дня ребёнок пришёл в себя, всё стало налаживаться, и они неделю использовали этот рецепт, и у ребёнка всё хорошо. И как это делается, вот это чудо-средство? Я напишу обязательно рецепт под видео, и коротко просто расскажу. Берём чайную ложку картофельного крахмала, я сейчас вам покажу, вот, картофельный крахмал, обыкновенный. Можете делать крахмал сами, потому что сейчас, мало ли, не всегда найдёшь действительно натуральный крахмал, это всё делается очень просто, и нам нужна лимонная кислота. Вот я беру вот такую. Почему я сейчас это показываю? Хочу поделиться с вами, и я для профилактики начну сегодня пить этот раствор. Нам нужно будет йод, 5% раствора спиртового йода, вот, показываю вам, тут плохо, конечно, на камеру будет видно, что это 5% спиртовой, да, спиртовой, йод и вода. Мы берём вначале в тёплой, кипячёной воде, разбавляем крахмал, разбавляем, туда добавляем ещё чайную ложку, также всё чайными ложками всё делаем. Чайная ложка сахара, чайная ложка картофельного крахмала. Чуть-чуть на кончике этой самой ложечки мы берём лимонную кислоту, для того, чтобы этот раствор у нас сохранялся до 3 суток, не больше. Он довольно-таки быстро делается, его можно сделать, в принципе, ежедневно. Я решила, что я вот сегодня показываю вам и буду это делать каждый вечер. Я уже это всё сделала, я взяла, разбавила в 50 мг кипячёной воды, а 150 мг воды я налила в кастрюлю и сварила вот такой вот кисель. Вот посмотрите, вот у меня уже сваренный, вот такой вот он жиденький кисель, он довольно-таки на вкус приятный, он такой кисленький, приятный вкус очень. И сейчас я добавлю сюда чуть меньше чайной ложки, где-то пол чайной ложки йода. Я добавляю йод, наливаю йод сюда в ложечки, вот смотрите, и буду это всё аккуратненько мешать. Смотрите, видите, и наш раствор превратился в синюю такую жидкость. Что касается детей, как принимать детям, если мало ли, отравился ребёнок, вот бывают такие случаи, на море поехали, что-то не так поели, свежее, не свежее, и у ребёнка бывает расстройство желудка, да, даже у взрослого тоже, у взрослых дозы больше. А для ребёнка, вот как советовала мне врач тогда на тот момент, я давала первые сутки, каждые 3 часа, по одной чайной ложке вот этого вот киселя, вот этого вот раствора, это кисель, такой жиденький кисель, он довольно-таки приятный на вкус, чуть-чуть такой с кислинкой. Если йод совершенно не чувствуется, вообще не чувствуется, я буду пить вот это, тут у меня 200 мг, я сегодня вечером 100 мг выпью, и завтра утром ещё 100 мг, и так 10 дней, вот если для профилактики, да, у меня и давление бывает периодически, хотя в последнее время я более-менее это всё отрегулировала. Но что касается детей, это врач посоветовал, это не моя идея совершенно, и действительно людям помогает, и вы можете даже найти эту информацию, пообщаться с людьми, напишите мне, я отвечу вам искренне, честно, и хотелось бы, чтобы мы не работали на аптеках, а использовали те рецепты, которые были придуманы ещё давным-давно до нас, и они действительно помогают, и помогают очень хорошо. При конъюнктивите то же самое, вот ребёнку нужно давать первые двое суток, вот каждые три часа, естественно, ночью перерыв, но двое суток, если каждые три часа давать по чайной ложечке, дети это пьют, и пьют с удовольствием, поверьте, это довольно-таки приятный на вкус напиток такой, вот кисель. Мне, допустим, очень приятно его пить. Очень даже такой классный на вкус. Йод не чувствуется, очень такой классный, вкусный. Так что я не призываю вас обязательно делать и так, как делаю я. Просто хотелось бы кому-то помочь, возможно, у кого-то такие трудности есть. Попробуйте, попробуйте, и очень много заболеваний для профилактики, у кого гипертония, для очищения сосудов, много, это просто волшебные средства, которые нам нужны, оно копеечное, понимаете? Это копеечное средство, которое может помочь, и вреда абсолютно никакого, тут ничего вредного абсолютно нет. Повторюсь ещё раз, чайная ложка крахмала, чайная ложка сахара, и я добавляю неполную чайную ложку йода. Рекомендуется по рецептам полную чайную ложку, тоже это будет ничего страшного, это не вредно, ничего абсолютно. Но в любом случае нужно проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-то сомнения. Обязательно нужно это сделать, возможно, у вас повышенный уровень йода в организме. Я знаю, я проходила все анализы, я знаю, что у меня в организме, как это всё. Поэтому я не боюсь, и всем нам здоровья и счастья. Обязательно напишите мне, если вы хотите попробовать, или у вас есть какие-то вопросы. Я обязательно отвечу, и желаю вам всем здоровья, счастья, чтобы у вас всё было прекрасно, чтобы у вас всё было хорошо. И обязательно так и будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите комментарии, я обязательно отвечу. Люблю вас, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok